Всем привет! Почему падение биткоина выгодно большим майнерам? Когда начнется рост главной криптовалюты? Каким образом на людях зарабатывают деньги ложным ростом и оптимистичными новостями? Когда закупать биткоин? Об этом и другом в сегодняшнем выпуске. Богатейший Дина связи. Погнали! Как вы наверняка знаете, торговля активами на биржах это довольно-таки рискованное занятие. Особенно на таком волатильном рынке, как криптовалютный. Но даже здесь есть способы уменьшить чувствительность своего инвестиционного портфеля к стоимости активов. Вы знаете, что такое дельта-хеджирование? Для кого-то звучит будто заклинание из Гарри Поттера. Итак, что такое хедж? Хедж это сделка, заключаемая для страховки покупателя или продавца от возможного будущего изменения рыночной цены товара, актива и так дальше. Дельта-хеджирование это по сути фиксация цены актива на определенный срок. В древней Японии, например, фермеры выращивали рис. Но ни они, ни покупатели не могли спрогнозировать цену этого риса. Вдруг год выдастся неурожайными, цена на рис возрастет. Или же наоборот, урожая будет так много, что цена на рис упадет. Продавцов и покупателей риса такая неопределенная ситуация явно не устраивала. Поэтому они заранее обсуждали цену риса наперед и потом осуществляли сделку по заранее оговоренной цене. В таком случае было возможно три варианта развития событий. Первый. Рыночная цена окажется выше оговоренной. В данном случае покупатель рад купить рис дешевле, чем везде. Второй вариант. Рыночная цена на рис будет ниже заранее оговоренной. Фермер счастлив, что продает рис дороже, а клиенту ничего не остается, кроме как купить. И третий вариант. Рыночная цена будет такой же. Теперь вернемся к биткоину. В декабре прошлого года на биткоин ввели фьючерсы. Это дало возможность обеспечить хитжирование биткоина. Представьте, что вы крупный майнер. Действительно крупный, а не домашний бандит какой-то. У вас огромная ферма стоимостью в десятки миллионов долларов. Но актив весьма непредсказуемый и широко волатилен. Вы хотите застраховаться. Тогда вы хитжируетесь по пиковой цене активов в 20 тысяч долларов за биткоин, например. Единственное условие, что вы должны внести обеспечение в виде фьючерсов для фиксации цены на биткоин на определенный период. Причем обеспечение будет так же эквивалентно десяткам миллионам долларов, как и цена вашей фермы. Таким образом, крупный майнер, например, добывает по 5 биткоинов в месяц. И продает их по заранее, говоря на цене, в 20 тысяч долларов. Сейчас период хитжирования биткоина составляет 4 месяца. То есть в конце срока хитжирования майнер получит 400 тысяч долларов в любом случае. Даже если биткоин на тот момент будет стоить, например, 100 тысяч долларов или 2 тысячи долларов. Поэтому такому майнеру-хеджеру в принципе уже все равно на цену биткоина. А вот для мелких майнеров цена важна. То есть биткоин сейчас это как рис в древней Японии. Я даже больше скажу. Крупные игроки даже наоборот хотят падения курса биткоина, чтобы более мелкие конкуренты майнили себе в минус. В конце концов, более мелкие конкуренты просто уйдут с рынка. Что приведет к падению сложности добычи биткоина. Теперь самое интересное. Дельта-хитжирование, ставшее возможным после введения фьючерсов на биткоин в конце декабря прошлого года, заканчивается где-то в конце апреля-начале мая. Что это значит? Крупные майнеры после завершения срока хитжирования хотят увидеть цену биткоина как можно выше, чтобы снова захитжироваться по более высокому курсу. Желательно около 20-24 тысяч долларов за биткоин. Эти мысли приводят к выводу, что ближе к лету большие игроки будут толкать цену биткоина вверх. Совсем недавно мы видели ложный рост биткоина, который многие назвали чуть ли не разворотом тренда. В момент этого роста вдруг неожиданно выходят новости о том, что главные критики биткоина будут инвестировать в криптовалюту, что привело к довольно-таки быстрому росту цены на биткоин. А дальше большая красная свеча вниз. Красиво постригли доверчивых к новостям людей. Во-первых, давайте учиться правильно читать новости. Джордж Сорос начнет инвестировать в криптовалюты. Начнет это не инвестировал. Да и вообще, есть у меня подозрение, что эти товарищи и так давно в крипте сидят. В любом случае, те, кто попал в эту бычью ловушку, могли потерять свои инвестиции. Итак, почему, по мнению Брайана Келли, биткоин скоро вырастет? Причина первая. Конец налогового сезона в Штатах. И чтобы платить налоги криптовалютным трейдерам, приходится продавать криптовалюту. Причина вторая. Японская биржа Coincheck была приобретена публичным и регулируемым онлайн-брокером Monax Group, что по идее повысит доверие со стороны трейдеров и инвесторов. Причина третья. История. Исторически так сложилось, что март для биткоина был тяжелым месяцем, а апрель наоборот. Апрель лучший месяц для биткоина. Он рос в 5 апреля из последних 7, если так можно выразиться. И давайте еще график биткоина разберем. Сейчас очень интересная ситуация, ребята. Мы видим здесь боковое движение, причем прямо по уровню поддержки, от которой еще 6 февраля отталкивались. Линия как лошадка, на которой скачет биткоин. И нам осталось всего несколько дней до этой линии сопротивления, которую мы никак не можем сломать, начиная с января этого года. Но скоро мы узнаем, что сильнее, эта линия поддержки или эта линия сопротивления. Мне почему-то кажется, что сопротивление окажется сильнее. Но я бы так хотел ошибиться. Но даже если мы пробьем, наконец-таки, эту красную линию, нас еще ждет 200-дневная средняя скользящая. Которая, как я уже говорил в прошлых видео, теперь играет роль еще одного сопротивления. Нам нужно, чтобы график цены пробил обе этих линии. И только тогда я буду уверен в настоящем развороте тренда. В новом бычьем забеге. Который будет еще круче, чем в прошлом году. Ну а это был проект Богатейший Диз. Ставь лайк, если я выдал что-то невероятно гениальное. Или дизлайк, если я толкнул полную дичь. Подписывайся на канал, нас уже более 7 тысяч человек, ребята. И не забывайте заглядывать в наш телеграм, где уже более тысячи участников, ребятушки. Это очень круто. Всем профита и денежек. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok